Итак, друзья, еще один способ решения проблемы в данном случае может прийти через ударно-вибрационные техники или звуковые вибрации. Тоже есть разные, от бубна до... Ну, самое, что меня радует, такие вот типичные поющие чаши мы будем проходить. Я просто покажу на одной из них, как это действует. Соответственно, с помощью стикера мы извлекаем звук, очень богатый многими абертональными созвучиями, которые входят в определенный резонанс с клетками и субклеточным материалом внутри нашего организма. Ставя чашу таким образом на тело человека или даже вне тела человека... На больное место? Да, на больное или на вот эти вот места, где идут сигналы в мозг, откуда они идут, мы проверяем, на эти места ставим. Или воздействуем даже извне. Концентрическими кругами, ну, так часто сформировано, звук входит в тело человека и с помощью вибрации получается такое потрясающее воздействие, вот на это место, да? То оно растрясается. Ну, звук, понимаете, волна очень тонкая такая, высококолебательная. То, что мы делаем колебания руками, это тоже волна, да? Но она такая грубая, она тоже может подействовать. Ни одна мышца не может долго, бесконечно сопротивляться вибрации. Рано или поздно это все трясется. Поэтому мы... Ну, кстати, вот поэтому вот этот массаж мануальный от Олега Лафагудина отличается от многих остальных, там мы постоянно делаем вибрации. Запомнили, да? Вы видели, да? Потому что ни одна долгая мышца не сможет воздействовать рано или поздно расслабиться. А в данном случае мы вибрационную делали звук, звукотерапию. Есть ударная терапия, то есть это пробивание точек разных способов. Кулаком, всякими трещотками, всякими палочками, вот этими хлопками. Есть только массаж одними хлопками делается, да? Еще одно воздействие иглотерапия, это уже седьмое получается, да? А, восьмое, восьмое, да? Иголка, соответственно, она попадает либо вот сюда, либо вот сюда, например, да? И, соответственно, против сократительной действенности сухожилия против мышцы, да? Она реагирует. Одно получается растягивается, а другой сжимается. И тоже, ну, вот эти антагонисты, между ним эта антагонистическая борьба пропадает, исчезает. И вот она приходит в норму. Есть еще одно воздействие, девятое получается. Это когда наши мышцы или нейру, они напрямую связаны, вот куда-то, точнее, идет, да? С внутренним органом, ну, допустим, с печенью, да? И, соответственно, есть такой вид массажа, висцеральная терапия. Дело в том, что боли, по какому-то конкретному, если на первом спине, могут быть спроецированы от внутренних органов, либо наоборот, отсюда спроецированы на внутренние органы. Ну, также эти точки, они образуют некоторые акупунктурные зоны, либо точки акупунктурные на теле, их много, где многократно проекция всех внутренних органов, ну, и все органы, естественно, не буду рисовать, да? Проекция всех внутренних органов, она многократно отражается на теле. И на каждой фаланге пальца, и на ладонях, и на стопах, и на глазах, и на лице, и на спине, ну, везде, и на животе, и на радужки глаза даже отражаются все наши внутренние органы. Соответственно, вот воздействие на акупунктурные точки тоже можно отсюда повлиять на орган, а воздействие висцеральной терапии может повлиять на любую проблемную зону, ну, там, в спине, в пятке, в колене, понимаете? О, да-да, какой он? Девятый получился, да, уже? Девять способов воздействия. Ну, вот, так что наша программа, она уникальна. Я думаю, ну, нигде-то с такого количества способов воздействия никто не получит. И, в принципе, да, мы можем выбирать любой способ воздействия. И человек, он под себя выбирает. Кому-то нравится иглотерапия, пожалуйста. Кому-то нравится жесткий массаж такой, чтобы прям локсунками ему вдарили. Пожалуйста. То есть, каждый выбирает под себя. Ну, все. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.